Президенты США и России против западных СМИ. Почему Трамп так их троллит? Ирина Алкснис, специально для РИА Новости. Третья встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла гладко и без сюрпризов. Вашингтон, комментируя почти полуторачасовую беседу, акцентировал внимание на таких затронутых темах, как Иран, Сирия, Венесуэла и Украина. Был подчеркнут консенсус по поводу того, что улучшение отношений в интересах обеих стран и интересах всего мира. Москва, в свою очередь, особо отметила, что в центре обсуждения были вопросы стратегической стабильности. По сути, самое интересное из того, что известно на текущий момент, произошло в ходе открытой части мероприятия. О том, что журналисты устроили дикий шум своими выкриками и вопросами, а потом вообще отказывались уходить, несмотря на просьбы службы протокола, написали практически все. А уж эпизод с вмешательством выбора был расписан, показан и разжеван в мельчайших деталях. И то, как американская журналистка спросила, планирует ли американский президент поднять тему в разговоре. И то, как Трамп, не теряя ни секунды, обратился к российскому коллеге, дважды сказав, не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста, и пригрозив пальцем. И то, как при этом на лицах обоих президентов были явные усмешки, что придалося неоткровенно издевательский характер. Жест оказался настолько очевидным, что разночтений в интерпретации практически не вызвал. Телеканал CNN сообщил о несерьезном предупреждении Трампа Путину. Газета Los Angeles Times охарактеризовала происшедшее скорее не жестким упреком, а саркастической шуткой между друзьями. Агентство Associated Press рассказало, что американский президент ухмылялся, а затем весело повторил свою просьбу. Можно не сомневаться, что данный эпизод станет еще одним пунктом обвинения Дональда Трампа во всех грехах его внутриполитическими оппонентами и критиками. Правда, на какой-либо позитивный эффект для себя им рассчитывать не приходится. Кстати, возможно, именно поэтому американский лидер так демонстративно потроллил, как теперь принято говорить, своих соперников открытой насмешкой над очередной попыткой эксплуатации темы Трампа-Кремлевского сговора. Он уже вышел победителем из этой внутриамериканской истории, которая тянется более двух с половиной лет, и теперь любые усилия по ее дальнейшей раскачке не столько вредят Трампу, сколько наносят ущерб самим ее инициаторам. Более того, возможно, самое важное масштабное последствие происходящего – дальнейшая утрата ключевыми мировыми СМИ своих позиций и возможностей, как четвертой власти. За последние годы глобальный медиа-мейнстрим понес тяжелые репутационные потери. Его иступленная борьба с Трампом стала важнейшей, но далеко не единственной знаковой вехой в этом процессе. Непредглядная изнанка мировой прессы в виде пропаганды, лицемерия и просто откровенной лжи слишком часто и слишком явно теперь проявляется перед глазами ее аудитории. Буквально два дня назад спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер сообщил, что его колонку о нарушениях в деле Джулиана Ассанджа отказались печатать ведущие издания Guardian Times, Financial Times, Sydney Monitor, Australian Times, ну в общем, перечисляется куча всех. Как он сам выразился, полный набор. Многочисленность подобных инцидентов и скандалов логично влечет за собой негативные последствия в виде падения общественного уважения и доверия к СМИ как к объективным источникам информации. Но вчерашний вопрос американской журналистки Трампу показал еще одну сторону идущих в мировых медиа деградационных процессов. Журналистка бывает сомнительной, извините, журналистика бывает сомнительной по качеству, идеологически пристрастной и предвзятой, но она должна быть актуальной. Она обязана идти много со временем и по возможности даже опережать его. Ожидается, что она будет задавать повестку и направление общественной дискуссии. В этом ее суть, смысл и предназначение. Упорное переживание американскими, в целом глобалистскими, СМИ устаревшие, утратившие всякое подобие живости и просто надоевшие людям темы российского вмешательства в выборы и связи Трампа с Кремлем, заставляет задаваться вопросом о профессиональной адекватности изданий, которые продолжают эксплуатировать эту тему для борьбы с неправильным президентом. Практически нескрываемую издевку Трампа с его просьбой к Путину можно расценить и как уверенность в том, что демонстрация профессиональной беспомощности его медиа-оппонентов соответствует реальному положению дел в их лагере. У них на руках нет больше никаких козырей, которые они могли бы использовать против него, в результате чего они только ухудшают собственное положение, упорно пуская в ход давно отработанные, слабые, что самое страшное, наскучившие публике приемы. Западная пресса на глазах теряет статус влиятельной политической силы, которую нужно учитывать и опасаться политикам и государственным деятелям по всему миру. Ирина Алксин специально для РИА Новости. Президенты США и России против западных СМИ. Почему Трамп так их троллит?